Здравствуйте! В эфире новости в студии Евгений Журавлев. 8646 рублей – такова в среднем сумма прожиточного минимума в регионе. Накануне губернатора Ярославской области Сергей Ястребов принял соответствующий указ. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум составит чуть более 9500 рублей, для пенсионеров – 700, а для детей – 8800 рублей. Отметим, эти цифры будут учитываться при назначении мер соцподдержки. Не выполнил гарантийные обязательства – получи штраф. В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля сегодня прошло специальное совещание с подрядчиками по ремонту городских дорог. Специалисты агентства по муниципальному заказу в апреле этого года провели обследование более 30 участков дорог областного центра, отремонтированных за последние 4 года. И только 10 из них не получили замечаний. Самыми разбитыми участками дорог, стоящими на гарантии, стали улица Советская, 2-й Толчковский переулок, Ленинградский проспект, улицы Громова и Углическая. Все нарушения должны были быть устранены еще до 1 мая, но до сих пор работы по ремонту не выполнены. Теперь подрядчикам грозит крупный штраф. Кстати, на заседании были приглашены 5 дорожных организаций, присутствовали представители только двух. Проигнорировали разговор на повышенных тонах компаний «Родострой», «Яр-АБЗ» и «СК «Ярдорстрой». В очередной раз от рук мошенниц пострадала пенсионерка, на этот раз в Рыбинске. Две незнакомые женщины постучали в квартиру 89-летней бабушки 5 мая. Под предлогом обмена паспорта проникли внутрь. И пока одна заговаривала старушке зубы, вторая выскользнула из комнаты. После ухода женщин, потерпевшая, недосчиталась 350 тысяч рублей и обратилась в полицию. Одна из подозреваемых с муглой внешностью, у второй пенсионерка запомнила только красный воротник. В рамках 14-го Московского пасхального фестиваля в Ростовском Кремле прошел концерт колокольной музыки в исполнении лучших звонарей современности. В этом году звонильная программа фестиваля впервые вышла за рамки столицы и Санкт-Петербурга, а в залах Кремля состоялся концерт Ереванского камерного хора. Этот коллектив с успехом гастролирует по стране и зарекомендовал себя в музыкальном пространстве как один из лучших. В ростовских стенах прозвучали произведения армянского композитора Камитаса для смешанного хора и русская духовная музыка 20-го века. Это исполнение можно по праву назвать уникальным. Ни партитур, ни записи этих произведений ценители искусства не найдут в общем доступе даже в интернете. Очень любим эту музыку и надеюсь мы программируем в этом году выпустить диск русскую хоровую, армянскую хоровую, духовную музыку.